Приветствую вас, и для начала мне бы хотел вас уточнить, как протекают аффективные состояния у человека. То есть, допустим, происходит какая-то сфора, какой-то конфликт, и человек проявляет агрессию, значит, наносит вред окружающим вещам, а потом это проходит, он успокаивается или что? Возможно ли продолжение ситуации? Возможно ли повторение ее при тех же моментах? То есть, допустим, Джек сам, начав разговор какой-то, сам распалил себя, и вновь началось аффективное переживание. То есть, в зависимости от характера, ну или вырабатывать стратегию, если характер у человека такой, что наиболее подходящим является второй вариант, То есть, когда аффективное состояние может спровоцировать несколько, множественные приступы агрессии, тогда, конечно, вы можете воспользоваться вашим вариантом, который, собственно говоря, сами приглашили. В данном случае это наиболее подходящий вариант для сохранения имущества. Но если первый, то есть, когда аффективное состояние проявляется единоразово, при наличии раздражающего фактора, и после этого человек уже не проявляет, только в момент, когда происходит адаптация личности к новым реалиям, То здесь имеет смысл вывести человека на разговор именно, когда вы находитесь вне жилплощади. То есть, поговорить, я думаю, будет правильно. Все-таки человек пробыл с вами какое-то время, и я думаю, достойен того, чтобы с ним быть честным. Но важно обезопасить имущество, чтобы оно не было повредено. И отсюда логичный вывод, что нужно сделать это на нейтральной территории. Например, на улице или где-то еще. Там вы сможете сказать, что заходите, и при этом не будете опасаться, что человек тут повредит. А там же вы сможете пересчитать первый и самый сильный приступ агрессии. После чего человек успокоится и думает, что имущество ничего гравит после этого уже не будет. И вы поступите в данном случае правильно, мужественно и так далее. То есть, так как, в принципе, и нужно поступить. Просто из уважения к человеку. А в том, что касается ваших отношений, мне бы хотелось сказать так. Ну, лично по вашему письму можно заключить, что вы как бы разочаровались. То есть, в начале вам представлялся один образ человека, а сейчас это совсем другой образ человека. И, понимаете, в чем дело, в действительности человек, он остался тем же. Просто вы стали видеть его полнее, вы стали видеть его со всех сторон. И вот другие стороны человека вам не понравились. И так все, к сожалению, бывает. Так, к сожалению, случается. И я не думаю, что если вы увидели полностью образ личности, и он вам не понравился, то вы можете как-то восстановить отношения и поменять характер, потому что, ну, человек умеет самому осознавать, что то, что происходит, ненормально. Если такого осознания нет, то и нет возможности как-то приходить в компромисс, потому что любой компромисс будет сметен волной агрессии, которую человек проявляет. И отсюда вам можно сделать вывод, что это склошные нервы, склошные переживания, и, соответственно, вам это постоянный стресс, который я не научу. То есть, я думаю, что в начале, в разговоре вы можете предложить человеку такой вариант, что вы согласны с ним быть, если он будет пытаться выбранировать свои прогрессии, пытаться понять причины ее появления и пытаться как-то ее купировать, эти причины купировать, да? Может быть обратиться там, хотя бы на наш ресурс с тем, чтобы мы помогли этому человеку. Может быть проходить какие-то релаксирующие процедуры, посещать бассейн, заниматься спортом, то есть выразить прогрессию в другом ключе, в другой форме, давать ей более конструктивный и безболезненный выход, скажем так. Может быть что-то еще человеку не нравится, не устраивает, потому что причины такого проявления, как правило, в наличии внутренних конфликтов. Какие это внутренние конфликты? Мы, естественно, можем только догадывать, но факт это факт. И если вы сперва попробуете сделать именно это, разрешить конфликт человеку, помочь ему в этом, а потом, если увидите, что он не хочет, или вы знаете, что он не хочет ничего делать для того, чтобы улучшать ситуацию, то есть тогда уже вы вправе принимать решение о том, чтобы все-таки расстаться. Я думаю, именно так вам нужно поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...